Они заглянули в прошлое, чтобы не бояться будущего. Участники спецоперации посетили музейный комплекс «Дорога памяти. 1418 шагов к победе» в парке «Патриот». Военнослужащие ознакомились с экспозицией, посвященной каждому из 1418 дней Великой Отечественной войны. Было уже длинный обстрел на 938. Было трудно подойти. Пошла я. Пример предков придает сил для выполнения долга перед Родиной. Глядя на страшные кадры, гвардии младший сержант медицинской службы Анастасия Кашкурова вспоминает, как в начале спецоперации сама отправлялась на передовую. Страшно было. Как неизвестность, куда ты едешь. Ну, командир нас готовил. То, что мы должны будем оказывать помощь. Нельзя будет бояться. Нужно будет действовать. Конечно, успокаивались. Все вместе собирались. Как-то командир нас всех вместе собирал. Старался проводить беседы, чтобы мы не боялись. Анастасия признается, что справляться со всеми тяготами военной службы ей помогает дружный коллектив медицинских сестер. Всегда вместе. Чай попить, работая вместе. Никогда не было такого, что кто-то кому-то отказал. Всегда друг другу, если нужна была помощь, объясняли, помогали. В любое время. Многие участники спецоперации приехали отыскать своих родных в базе данных участников войны, размещенных в реке памяти. Так своих героев Второй мировой среди трех с половиной миллионов фотографий нашел гвардии майор Энбер Набиев. И дедушку нашел, и всех родственников, родных нашел. Орден славы второй и третьей степени. Отец рассказывает, что на самом деле было и первой степени, но первой степени он так и не дождался, видимо, потерялась. В то время тяжело было. Попросил обязательно найти и посмотреть его здесь. Сегодняшние участники специальной военной операции, как и герои Второй мировой в сороковых годах прошлого века, уверенно смотрят в будущее и хранят веру в победу и в свою страну. Все будет хорошо. Победа обязательно будет за нами. Главное не бояться и идти вперед. После выставки военнослужащие также посетили главный храм вооруженных сил Российской Федерации. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова».